Праздник Приближаются осенние праздники и через несколько дней наступит первый из них. В первый день седьмого месяца по заповеди Торы мы будем праздновать День Трубления. В книге Ваикра в 23 главе, в 23 стихе мы читаем. Говорится нам Израиля следующее. В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, напоминание трубным звукам, священное собрание. И в книге Бамидбар мы тоже читаем об этом празднике. И в месяц седьмой, в первый день месяца, священное собрание должно быть у вас. Никакой работы не делайте. Днем трубления, да будет он у вас. Сейчас этот праздник традиционно стали называть не столько Йом Труа, День Трубления, сколько Рош-Хашана, и тем не менее этот праздник связан неразрывно с Трублением в Шафар, со звуком Шафар. Очень много внимания в Писании уделено звуку Шафара. Трубите в Шафар, прославляйте Всевышнего в Шафар. Блажен народ, который помнит трубный звук и многое еще. Мы с вами сегодня поговорим о празднике Рош-Хашана, как о празднике Трубления. Одна из грани праздника Рош-Хашана – это воцарение Всевышнего. Нам говорят, что в этот день мы воцаряем Всевышнего. И, естественно, возникает вопрос, разве кто-то когда-то свергал Всевышнего, прогонял его с престола, что он нуждается в том, чтобы мы его воцарили. И нужно понять, что же действительно происходит. Если представить себе мир, всю Вселенную, сотворенную Всевышним, как фабрику, завод, бизнес. Всевышний управляет Вселенной. Он царь, абсолютный властитель в своем королевстве. И раз в год он устраивает смотр всего мироздания. Мы встречаем его в этот день трубными звуками, как встречают царя. И Всевышний проверяет. Целый год Всевышний давал жизнь миру. От маленького микроба до голубого хита. От самых глубоких морских глубин до высоты полета птиц. Нет ни одной молекулы, которой Всевышний не давал бы жизнь. И вот он идет проверять, есть ли, условно говоря, это сейчас образ, если доход с его мира не убыточное для этого предприятия, Вселенная. Конечно, Господь не может иметь убытка. Чего Господь ищет на земле? Господь ищет на земле справедливость. И суд про него сказано. Мелех уэвт здака у мишпад. Царь, любящий справедливость и суд. Какой справедливости и суда Всевышний от нас хочет? В животном мире есть два основных инстинкта, руководящих животными к существованию. Инстинкт выживания, чтобы была еда и была безопасность. И инстинкт размножения, чтобы нас было много. В животном мире мало морали и еще меньше этики. В животном мире мало милосердия и добра. Слабый в животном мире убиваем. Сильный забирает все у слабого. Просто по факту силы. В дружном социуме, который называется стаи волков, впереди стаи идут несколько слабых волков, которые прежде всего протаптывают для сильных снег. А во-вторых, если кто-то нападет, то нападет на слабых. Не говоря уже о том, что сильные волки делают со слабыми овцами. Здесь нет никакой этики, нет никакой морали. И может быть, что какое-то животное весь день гонялось за бедной зеброй, чтобы ее словить. Но в последний момент львица перехватила эту зебру. Это стало ее добычей. И никто не скажет, что я весь день эту зебру охотила за ней. Нету морали, нету этики. Нету того, чего Всевышний требует от человека. А именно суда справедливости Господь требует от человека. Мы должны быть прямо противоположным тому, что происходит в животном мире. Поэтому нам дана Тора для того, чтобы мы заботились о слабом, защищали бедного, проявляли милость, сдерживали свои животные качества, свое стремление к размножению и выживанию. Для этого нам дана Тора. И для того, чтобы мы могли делать это, почему Всевышний возложил на нас эту задачу, Всевышний еще при сотворении мира сказал, «Сотворим человека, и пусть он над всем господствует, и над птицами, и над рыбами. Человек поставлен властителем земли». Для этого Всевышний сотворил человека, как это называется, «бецелем элогим» по образу Божьему. Так написано, когда Всевышний говорит, «Сотворим человека», написано в 27 стихе, «Ваевра элогим» — это Адам бецельмо, «и сотворил Бог человека по образу Его». «Бецелем элогим барауто» — «по образу Божьему сотворил». Мы и только мы можем меняться. Об этом Всевышний говорит в Псалме, читается, что это Псалом, сказан после дарования Торы, «Вы боги и сыны Всевышнего все вы». Вы, как сыны Всевышнего, можете менять себя и менять этот мир, устанавливать по всему миру суд и справедливость. И это то, чего ищет Всевышний в этом мире. Приходит, обходит дозором мир, ищет, есть ли справедливость, есть ли суд. Что происходит, если Всевышний не находит справедливости сюда? Условно, мы снова говорим об образах, он удаляется. Представьте себе, что великий профессор музыки, большой музыкант пришел в музыкальную школу и вечером делает там уроки. Ему нравятся горящие глаза, детей, ему нравятся новые лица, ему нравится этот интерес, этот жар. Если дети не будут его слушаться, его ученики, он не начнет применять систему наказаний. Он скажет, так, ты становись в угол, ты завтра придешься с родителями, а тебе двойка. не хотите, чтобы я вас учил, и не надо, не буду я вас учить. Когда царь берет на себя управление миром, царь Всевышний, всесильный, вседержитель, и сколько угодно восхвалений ему можно сказать, это большая милость к миру. Если мир не хочет его слушать, Всевышний прячет, прячет от мира свое лицо. Он хочет, чтобы в Роша Шана мы его искали, и чтобы мы вернули ему желание управлять нашим миром. Все, что мы говорим, это образы, разумеется. Но в этом мире много разных голосов звучит. Когда, опять-таки, можно привести пример детской игры, в которую играют на праздник Пулин. Когда одному из детей говорят «пой песенку», и он поет песенку, остальные поют другую песенку, чтобы его сбить в стол. Мир постоянно поет что-то, и он не всегда поет то, что нам нравится. Трудно, трудно не сбиться и не начать петь, общую мировую мелодию, перестать просить Всевышнего показать себя, подать голос. Как же нам вернуть Всевышнего, вернуть учителя в класс, вернуть царя на трон? И нам уже не надо, как это происходит в Роша Шана, ведь Роша Шана это не день покаяния, это день, когда люди со списками приходят «сделай нам сладкий Новый Год», пошли нам пропитание, и пошли нам здоровье, и длинные-длинные списки того, чего надо послать, и вдруг ощущение того, что царь ушел, ничего тоже не надо, главное, чтобы царь вернулся, это то переживание, которое должно появиться. для этого у нас есть шафар. Очень примитивный, простой, совсем незамысловатый, можно даже сказать, варварский инструмент под названием шафар. Название шафар, рамбам, в законах Чувы, говорит, слово шафар происходит, слово ли шапер, шапру, маасехам, исправьте свои дела. То есть, это голос трубы, который призывает нас вести себя лучше. Альтер-Ребе дает другое понимание, он говорит, шафар, это по имени Шифра. Шифра была женщина, которая в Египте, когда фараон приказывал убивать мальчиков, она была одной из повитух. Повитухи, пели песни, издавали звуки на певы, которые помогали женщинам рожать, помогали детям рождаться. И Альтер-Ребе развивает мысль, что суть шафара это пробудить у Всевышнего желание дать обновление миру, дать нам рождение свыше, новое рождение, дать нам возможность начать с совершенно чистого листа, и поэтому звучит звук шафара. Что напоминает звук шафара? Когда Всевышний творил Адама, мы говорили об этом Всевышний вдул в ноздри Адама дыхание жизни. Хасидизм говорит, когда кто-то вдыхает, что-то вдувает, кого-то вдувает свою самую внутреннюю сущность. Представьте, когда нам говорят, мы должны срочно надуть большой шарик, и мы надумаем его, напрягаемся всеми мышцами, чтобы его надуть, и вот до самого последнего, до того, пока не заболят ребра, дуем, настолько крайних сил своих легких мы достигаем, и такую высоту дал нам Всевышний. Есть образ, что Всевышний вдудел в нас как в шафар, в ноздри нам свою сущность. Поэтому мы по образу Божьему, поэтому наша душа, она на таком высоком уровне. Мы говорим не про нефиша, не шама, а про пробуждение более высоких уровней души, те, которые намного выше всех интересов этого мира, и в Роша-Шана, когда мы дуем в шафар, день трубления, когда мы трубим в шафар, мы свидетельствуем о своей готовности пробудить и отдать ту самую глубокую, самую высокую нотку своего сердца, сущность своего сердца, и это то, что называется массерут нефишт, положить душу за Всевышнего, за то, что царь вернется. Вопрос в этом случае стоит, не что мы получим, не что мы получим от царя, если он вернется, не пряники, конфеты, зеркальце и аленький цветочек, который мы можем у него заказать, нет, вопрос стоит, что мы можем дать Творцу, если мы даем самого себя, если наша душа, наше тело издает тот звук шафара, и этот звук шафара пометования о нашем сотворении, пометования и Всевышнему, и нам на земле. И это обновляет нас совершенно, и услышав этот звук, царь возвращается на царство. То есть среди всех звуков, которыми звучит этот мир, среди всех песен, которые мирно может петь, и которые могут застрять, прицепиться, значит, крутиться в нашей голове, у нас есть внутри души, внутри сердца музыкальный инструмент, шафар нашего сердца. Если этот шафар затрубит, он способен как первозданный звук заставить все остальные звуки замолчать, все соблазны, все страсти, все похоти, все греховные наклонности исчезают, когда звучит этот звук, рождается сыновство по отношению ко Всевышнему, то самое состояние, которым сказано в псалме «Вы, сыны Всевышнего, все силы есть в человеке, человек способен любую силу одолеть через эту ноту шафара желание всем сердцем, всеми силами своими вернуть царя на служение, чтобы он вернулся, что ты для этого готов отдать? Все я для этого готов отдать, чтобы царь вернулся на служение, и тогда не происходит приговора. Это не то, чтобы сказать «Я больше не буду», не то, чтобы сказать «Я больше так не буду, простите меня, пожалуйста, я больше не буду грешить», зная, что все равно опять будешь грешить. Это желание, готовность отдаться Всевышнему на Его суды, на Его служение, на все то, через что Он нас будет проводить, несмотря на то, что мы и будем ошибаться, и будем грешить, и будем падать, мы передаем свою душу, самую-самую высокую нотку своей души, мы включаем ее звучание в мире, она меняет мир, она меняет нас, и она рождает у Всевышнего желание вернуться и царствовать, и в этом суть Дня Трубного звука вернуть царя, чтобы по воцарении его уже к празднику Суккот была полная радость в совершенном царстве, куда с Божьей помощью мы и придем. КОНЕЦ КОНЕЦ